Невероятный Хадсон Хорнет Хорнет стал лучшим гоночным автомобилем года в серии ААА Сток, Американской автомобильной ассоциации, ставшей прообразом современных карт. Хорнет одержал такое количество побед на гоночных трассах в начале 50-х, что конкуренты были готовы сгореть от стыда. Но успех на этом поприще был недолог, и быстрый Хорнет стал для компании Хадсон лебединой песней. Хадсон Мотор Кар Кампани была основана в начале 1909 года несколькими бывшими высокопоставленными сотрудниками Oldsmobile. Однако названа она была в честь предпринимателя Джозефа Хадсона, выделившего на ее основание большую часть начального капитала. Основной упор во время становления фирмы был сделан на доступные для среднего класса автомобили, но в верхней части заданного ценового диапазона, и, как показала практика, это была правильная стратегия. Хадсоны хорошо продавались, а модель Essex в 1929 году даже выбилась на третье место по продажам автомобилей в США с тиражом более 300 тысяч экземпляров. Грянувшая в 1930 году великая депрессия сильно ударила по едва оперившейся компании, ее продажи в течение следующих 10 лет были весьма нестабильны, но все-таки позволяли ей оставаться на плаву. В годы Второй мировой войны вся американская автоиндустрия топталась на одном месте в части выпуска новых моделей, но с ее завершением интерес покупателей к новым личным авто снова начал расти, и этот покупательский оптимизм помог компании Хадсон снова ощутить твердую почву под ногами. Немаловажную роль в деле послевоенного возрождения Хадсон сыграла идея отказа от рамной конструкции кузова, впервые предложенная еще в 1919 инженерами лянча, но не нашедшая широкого применения в автомобилестроении тех лет, особенно в Соединенных Штатах. Несущий кузов, или монокок, по разумению инженеров Хадсон обладал несомненными преимуществами перед традиционной рамной компоновкой. Одним из них была повышенная жесткость и прочность кузова, элементы которого должны были свариваться друг с другом, а не прикручиваться болтами к нижней раме. Это также обеспечивало снижение общей массы автомобиля без ущерба его структурной прочности, по крайней мере в теории. На практике же технологии того периода не позволяли достичь сколь-либо существенной разницы в весе между рамными авто и машинами с несущим кузовом. Однако другое существенное преимущество монокока инженерам Хадсон вполне удалось реализовать. Это было более эффективное использование внутреннего пространства и, как следствие, меньшая высота машины. Запуск полностью новой архитектуры Хадсон с несущим кузовом был запланирован на 1948 год. За основу для внешнего дизайна стилисты решили взять Бьюик 42-го года в кузове Sedanet, то есть четырехдверный фастбэк. Это был один из новейших американских автомобильных дизайнов, прародителем которого стал концепт Бьюик White Job 1938 года, про который я уже как-то рассказывал. Общая концепция нового безрамного кузова Хадсон получила официальное название «Монобилд», а легендарный Хорнет, выпущенный на рынок в 1951 году, стал самой быстрой и, к сожалению, последней моделью, использовавшей этот дизайн. Чтобы понять, почему Хадсон Хорнет стал грозой на «Скар» начала 50-х и почему это никак не повлияло на его продажи, следует разобраться, что же представляли собой более ранние модели в кузове «Монобилд». Начнем с того, что новую архитектуру, которую сам производитель неофициально начал называть «степ-даун», примерили на себя уже существовавшие большие полноразмерные «Хадсоны» модели «Суперсекс» и «Комодор». Последний, при длине в 527 см, имел высоту всего в полтора метра с небольшим, и по тем временам для дорожного авто это была более чем скромная высота. Настолько скромная, что с первого взгляда многие сомневались, что взрослый человек может поместиться в новом «Хадсоне». Однако на самом деле места в салоне хватало за глаза, как раз благодаря новой архитектуре «степ-даун» «Монобилд». Следует отметить, что «Хадсоны» с 1948 года не были первыми американскими автомобилями с несущим кузовом. Таковыми стали бюджетные модели «Нэш-600», дебюзировавшие еще в 1941 году и названные «Нэш-600» в честь того, что на одном баке топлива объемом в 76 литров якобы могли проехать до 600 миль, то есть чуть менее 1000 километров. Но несущие кузова «Хадсон» немного отличались от кузовов «Нэш». Главным отличием стал мощный каркас, опоясывавший почти весь периметр машины, за исключением передней части. Толщина этого каркаса в боковинах превышала 170 миллиметров и образовывала своеобразную ступеньку перед входом. С этой ступеньки нужно было спуститься внутрь салона. Сделать шаг вниз. Отсюда и появился термин «Step Down». Именно этот термин, а совсем не «Монобилд», используется сегодня в литературе для описания всех моделей «Хадсон» «Моторкар» начиная с 1948 года и до конца существования компании. Сделав шаг вниз, в нишу между боковыми поперечинами каркаса, человек попадал в салон более чем внушительных габаритов. Теоретически трехместные диваны без труда могли уместить четырех человек, и никто из них не упирался головой в потолок, казавшийся снаружи столь низким. Еще одним преимуществом новой архитектуры «Хадсон» стала возможность создания удивительно аэродинамичного кузова. Данная характеристика не была в числе приоритетов инженеров во время работы над новыми моделями, но по итогу, как в последующем показали тесты в аэродинамической трубе, новые «Хадсоны» имели в среднем на 20% более низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, чем современные им стандартные американские седаны. Но не только кузовная архитектура была новой у моделей «Хадсон» «Степдаун» 1948 года. Новым был и двигатель – 262-я, 4,3-литровая рядная нижнеклапанная «шестерка», заявленной мощностью в 121 лошадиную силу. Топовые версии «Коммодоров» предлагались 8-ми цилиндровыми рядными двигателями чуть меньшего объема, примерно на стакан, но чуть большей мощности – 128 лошадей. Стандартной трансмиссией для таких машин были трехскоростные полуавтоматы «Драйвмастер», обеспечивавшие время разгона с места до 60 миль в час или до 97 км в час за 18 с небольшим секунд. Для машины 1948 года массой более 1600 кг это была приемлемая динамика. По крайней мере, этим словом описывал ее журнал «Аутокар» после тестирования «Хадсон Коммодор». Степ-даун «Хадсоны» сразу же привлекли к себе внимание американских покупателей, изголодавшихся по новым идеям и дизайнам, несмотря на то, что эти машины никак нельзя было назвать дешевыми. Фактически, они действовали в том же ценовом диапазоне, что и «Бьюик» с «Крайслером». Это был еще не лакшери-класс, но что-то весьма к нему близкое. В 1948 году компания сумела реализовать более 117 тысяч своих автомобилей, а в 1949 еще 160 тысяч. Тем не менее, руководство «Хадсон» прекрасно осознавало, что рано или поздно энтузиазм покупателей по поводу «Коммодор» и «Суперсикс» сойдет на нет, и для дальнейшего развития требуется создание новых моделей. Было принято решение двигаться в сторону более компактных и соответственно более дешевых автомобилей с ценой в районе 2000 долларов. Такой моделью для 1950 года стал новый «Пейсмейкер» с укороченной колесной базой и 6-цилиндровым 232 мотором на 3,8 литра мощностью в 112 лошадиных сил. Разгоняясь до 97 км в час чуть более чем за 15 секунд, «Пейсмейкер» ничего не мог противопоставить гремевшему на всю Америку Oldsmobile Rocket 88. А между тем, именно «Ракета» была более-менее сопоставима по цене с новой моделью «Хадсон», оценивавшейся в 2100 долларов. Тогда как соразмерные «Пейсмейкеру» Форды и «Шевроле» стоили на 3-4 сотни долларов дешевле. Тем не менее, в 1950 году «Пейсмейкер» и его топовая версия «Пейсмейкер Делюкс» заняли около половины ото всех реализованных «Хадсонов». В немалой степени этому поспособствовала замена устаревшей трансмиссии «Драйв Мастер» на закупаемые у «Дженерал Моторс» автоматы «Хайдраматик», считавшиеся в то время весьма надежными. И вот мы добрались до 1951 года, года рождения легендарного, грандиозного «Хадсон Хорнет», самой знаменитой модели серии «Степдаун», да и самого известного «Хадсона» в принципе. И тут самое время рассказать о еще одном преимуществе несущего кузова «Монобилд», использовавшийся на полноразмерных «Хадсонах», а ведь именно их, а не укороченный «Пейсмейкер», было решено использовать для новой модели «Хорнет». Как уже было сказано, по задумкам инженеров, «Монокок» должен был сделать автомобиль более прочным и более легким в сравнении с традиционными конструкциями типа кузов на раме. И хотя значительного уменьшения веса достичь так и не удалось, и «Комодор» оказался всего на 100-130 кг легче аналогичных по размеру «Бьюиков» и «Фордов», по части жесткости и прочности кузова «Хадсоны» значительно опередили конкурентов. При этом отсутствие традиционной рамы сильно снизило центр тяжести, что в свою очередь обеспечивало превосходную для своего времени управляемость. Положительную роль в этом также сыграло наличие телескопических амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости на обоих концах кузова, хотя в целом подвеска «Комодор» была вполне обычной. Двойные поперечные рычаги впереди и продольные рессоры сзади. Поразительную проворность степдаун «Хадсона» в поворотах отмечали не только американские журналисты, но даже британцы, которые по уже сложившейся традиции весьма критично относились к американскому автомобилестроению. Слабым звеном в цепочке преимуществ была рулевая система без усилителя, конструкция которой позволяла совершать рулю шесть полных оборотов между мертвыми точками. Но не стоит забывать, что мы ведем речь об автомобиле, выпущенном на рынок в середине прошлого века. И вот, имея в распоряжении машину с прекрасной управляемостью, инженерам «Хадсон» оставалось лишь наделить ее мощью, стандарты которой задали новейшие верхнеклапанные восьмицилиндровые V-образники от «Олдс Мобиль» и «Кадиллак». Чтобы разработать и запустить собственную версию OHV V8, у «Хадсон» «Моторкар» просто не было ресурсов – ни человеческих, ни финансовых. Поэтому на основе 262-й шестерки типа «Флетхэт» был создан новый высококомпрессионный двигатель 308-й пятилитровый рядный шестицилиндровый агрегат с алюминиевой головкой «Пауэрдом». Развивая 145 лошадиных сил мощности и 348 ньютон-метров крутящего момента, он стал самым большим и самым мощным американским шестицилиндровым двигателем своего времени. Новый «Хадсон» с этим двигателем и несущим кузовом общей длиной в 529 см, шириной в 197 см и массой чуть более 1600 кг поступил в продажу в 1951 году. Модель была доступна в четырех типах кузова. Самыми дешевыми были четырехдверный седан с ценой в 2570 долларов и двухдверный клап-купе за 2540 долларов, а самым дорогим кабриолет «Броум» за 3100 долларов. За 2870 можно было стать обладателем двухдверного хардтопа «Хорнет Голливуд». Так же как и «Комодор», «Хорнет» предлагался с автоматом «Хайдроматик» или с механикой, обеспечивавшей время разгона до 97 км в час быстрее 14 секунд и максимальную скорость в 156 км в час. Машины с автоматами были примерно на секунду медленнее в разгоне с места. В 1952 году на рынок вышла слегка обновленная версия модели, отличающаяся от предшественника обновленным кузовым хромом, а также присутствием в списке опций новой карбюраторной системы Twin H-Power с двумя однокамерными карбюраторами. Имея в распоряжении 160 л.с. и 352 Нм, «Хорнет» с двумя карбюраторами по данным журнала Mechanics Illustrated разгонялся до 97 км за 12,1 секунды и далее до максимальной скорости в 171 км в час, что для 1952 года было весьма и весьма быстро, практически так же быстро, как у Олдсов 88-й серии, переименованных к этому времени из Рокет 88 в Супер 88. Но в отличие от Олдсов, Хатсоны превосходно управлялись, а кроме того, обладая повышенной прочностью кузова, они были более безопасны при авариях. Оба этих преимущества уже были оценены многими гонщиками, принимавшими участие в соревнованиях на Скар, и как только в дополнение к ним появилась серьезная мощность под капотом новых Хорнетов, автомобили марки Хатсон превратились в серьезную силу на Носкар, считаться с которой теперь приходилось всем участникам. В 1951 году Хорнеты одержали 13 побед в заездах на Скар Гранд Нешнл, а в 1952, когда специально для гоночных моделей компания представила силовой апгрейд-пакет 7X, поднимавший мощность шестицилиндрового двигателя до 210 лошадей, было завоевано еще 27 побед. Параллельно Хорнеты принимали участие в соревнованиях серии ААА, в одном только 1952 году одержав 22 победы. Гоночные машины Хатсон с надписьми «Невероятный Хатсон Хорнет на бортах» продолжили триумфальное шествие по Носкар и ААА в 1953, одержав соответственно 22 и 24 победы, чего ранее вообще никому не удавалось. Но в то же самое время, когда гоночные Хорнеты, благодаря своей брутальной мощи и непревзойденной управляемости, как клопов давили всех соперников по гоночным трассам, гражданские Хорнеты вместе с коллегами по степ-даун платформе не менее уверенно и неумолимо приближали крушение и полное исчезновение компании «Хатсон Мотор Кар». Дело в том, что архитектура степ-даун «Монобилд» при всех ее достоинствах имела пару существенных недостатков. Во-первых, она была довольно дорогой в производстве, и это не самым лучшим образом отражалось на цене. А во-вторых, она не позволяла вносить серьезные изменения во внешний дизайн автомобиля. Именно поэтому все «Хатсоны», начиная с 48-го и заканчивая 54-м, последним для компании, сильно похожи друг на друга. И если в 48-м году этот дизайн казался покупателем свежим и новым, то к 52-му Хорнеты, Комодоры и Супер Сикс выглядели безнадежно устаревшими. Кузова в общей стилистике «Фастбэк» перестали привлекать публику настолько, что тот же «Дженерал Моторс» полностью прекратил их производство в 52-м году. А между тем, четырехдверные седаны, составлявшие подавляющее большинство реализуемых «Хатсонов», могли выпускаться только в кузовах «Фастбэк» на основе архитектуры «Степдаун». Ну и последняя, не менее важная причина, отвернувшая покупателей от «Хатсонов» — это двигатели. Рядные нижнеклапанные «шестерки» к 54-му году просто превратились в антиквариат на фоне новейших «Оверхед Вальф В8». Мощность старых нижнеклапанных моторов с учетом существовавших технологий достигла своего максимума, и при этом, чем мощнее они становились, тем больше проблем покупатель получал в части их надежности. Расход топлива «Хорнетов» превышал 20 литров на сотню, и никаких надежд на улучшение мощностных характеристик, показателей эффективности и надежности старых двигателей даже сами инженеры «Хатсон» уже не питали. Все вместе эти проблемы и предопределили судьбу «Хатсон «Хорнет», да и всей компании «Хатсон Моторкар». Если в 1951-м, дебютном для «Хорнет» году, было продано 43 700 экземпляров модели, то уже в следующем продажи упали до 36 000, а в 1953-м – до 21 000. И это несмотря на победоносное шествие «Хорнетов» по «Носкару». У других моделей «Хатсон» дела шли не лучше. В 1952-м полноразмерную модель «Супер Секс» упразднили из линейки, заменив ее на более компактный «Восп», который, по сути дела, представлял собой слегка перелицованную и модернизированную версию старого «Пейсмейкер». Сам же «Пейсмейкер», а вместе с ним и большой «Комодор» отправились на пенсию уже в 1953-м. О том, что ситуация с продажами моделей «Степдаун» развивается совсем не по сценарию, ребята из «Хатсон Моторкар» начали догадываться сразу же после разочаровывающего старта продаж «Хорнет». Уже в 1952-м году они приступили к разработке новой компактной модели под именем «Джет», вложив в проект немалое средство. И именно этот проект в конечном счете полностью уничтожил компанию, в 1953-м году зафиксировавшую убытки в размере более 10 миллионов долларов. В январе 1954-го было объявлено о начале слияния «Хатсон» «Моторкар» и «Нэш Кальвинатор Корпорэйшн», в результате чего должна была родиться новая корпорация – знаменитая «АМС» – «Американ Моторс Корпорэйшн», о машинах которой я уже не раз рассказывал. Компания «Хатсон» как самостоятельный субъект хозяйствования прекратила свое существование 1 мая 1954-го года. Автомобили под маркой «Хатсон» выпускались на протяжении еще трех лет. В 1955-м году получив таки под капоты современные эпохи V8 производства «Паккард». Но припарка, как известно, мертвецу не помогает, и последний из «Хатсонов» выкатился за ворота сборочной линии 25 июня 1957 года. Это был «Хатсон Хорнет». «Хорнетами» были все, без малого, 4000 автомобилей «Хатсон», выпущенные в последнем 1957-м году. В 1970-м корпорация AMC возродила имя «Хорнет» на полностью новой компактной модели, которая неплохо продавалась и прожила довольно долгую жизнь, уйдя с рынка лишь в 1977-м году. В общем и целом, AMC «Хорнет» был обычным малопримечательным компактом, однако одна его версия – ST360 «Хорнет», выпущенная ограниченным тиражом в 1971 году, была самым настоящим компактным американским маслкаром, способным разгоняться до 97 км быстрее 7 секунд. Один из оригинальных «Хатсон Хорнет», на котором пилот Херб Томас в течение 1952-1953 годов одержал немало наскаровских побед, в 2018-м был продан с аукциона за 1 270 000 долларов, став самым дорогим «Хатсоном» в мире. Но второй по цене «Хорнет», также гоночная модель, сумел поднять на аукционе всего 165 000. В 2006 году оригинальный «Хорнет» стал прообразом одного из персонажей полнометражного пиксаровского мультфильма «Тачки», но это практически никак не повлияло на коллекционную стоимость гражданских моделей «Хатсон Хорнет». Стать обладателем «Хорнет» в неплохом состоянии в США сегодня можно примерно за 10-15 000 долларов, а образцы выставочных кондиций продаются не дороже 50 000. Ну а наибольший интерес у коллекционеров вызывают роскошные версии «Хатсонов», выпускавшихся в довоенную эпоху. Такие, например, как лимузин Railton Special 1937 года, проданный за 462 000 долларов, или «Хатсон» серии «О», цена которого составила 313 500. Хатсон,равляя Есть BBC «Хатсон» и «Хатсон»